МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире события дня в студии Кристины Леонова. Здравствуйте! И начнем с главных тем этого выпуска. Современные системы оснащения, новые классы и два спортзала. В Черницынской школе был проведен капитальный ремонт. Учебное заведение посетил губернатор Курской области Роман Стравой. Подробности расскажет Диана Горяйнова. Клубы дыма и столбы огня. В Курске произошел серьезный пожар на проспекте Кулакова. Причины возгорания выяснял Станислав Костиков. На арене Курского цирка «Дикая планета». Премьера представления запланирована на 7 марта. Что ждет курского зрителя, узнала Кристина Горлатых. За 3,5 часа пассажиры смогут добраться из Курска в Воронеж и обратно. В областном центре презентовали пригородный поезд прямого следования. Рельсовый автобус будет курсировать по пятницам и воскресеньям. Первый состав встречал губернатор Роман Стравойт. Поезда прямого следования из Курска в Воронеж не ходили больше 10 лет. За это время пассажиров прибавилось, потребность в быстрых перевозках возросла. Теперь между областными центрами будут курсировать рельсовые автобусы. Поездка на них займет 3,5 часа. И цена при этом не кусается. Мы провели совещание буквально в январе месяце. То есть прошло по сути 2 месяца. Меньше даже 2 месяцев. Менее 2 месяцев. А это организационно-технические мероприятия двух железных дорог. Это финансирование со стороны бюджетов. Потому что мы компенсируем выпадающие доходы. Мы помогаем финансово, чтобы не увеличивать стоимость проезда для населения. Я помню, что вот эти вопросы, они достаточно давно всегда поднимались. Но это не было возможно. Потому что Курская область у нас обслуживалась раньше вагонами локомотивной тяги. Обычными пассажирскими вагонами с локомотивом. И, конечно, каких-то добиться скоростей было очень сложно. Когда мы перешли фактически всю Курскую область, это было 5 лет назад, мы перевели, заменили все вагоны локомотивной тяги на рельсовые автобусы. Поезд начнет курсировать между двумя областными центрами с 6 марта по воскресенье. С 11 числа на этот же маршрут выйдет новенький состав. Отправление со станции Курск планируется в пятницу и воскресенье. Обратные с Воронежа в субботу и понедельник. Можно не только на выходные дни приехать, но и на неделю, кто уезжает на работу, либо на учебу. Мы будем анализировать трафик и в случае необходимости будем развивать емкость этих перевозок. Если необходимость будет, во-первых, будет добавляться составность подвижного, подвижной состав будет увеличиваться. Почему? Потому что есть такая возможность одним составом перевезти больше пассажиров. И дополнительные поезда, если необходимо, будут по другим дням недели назначать. Конечно, это решаемо. Модернизация пригородных перевозок охватит не только направление в сторону Воронежа, но и все Черноземье. В том числе развиваться будут и туристические железнодорожные маршруты. С 1 мая будут запущены поезда, такие же рельсовый автобус, который соединит Белгород. Будет остановка в Прохоровке, в Сергеевке. А Сергеевка – это Красниково, где у нас парк Мельницы. Также запустят пригородное сообщение и по северному фасу Курской дуги. Из областного центра можно будет доехать, например, до Понарей. 80-летие победы в Курской битве там планируют построить мемориальный комплекс. Мария Колосова, Максим Леонов, События дня. Глава региона посетил Черницынскую школу. В прошлом году в ней провели капитальный ремонт, а в феврале дети снова приступили к занятиям. Сейчас здесь учатся 672 ребенка, 40 с ограниченными возможностями здоровья. Новенькие фасады, современные классы. В школе захотелось проводить как можно больше времени, делятся ученики. Ну, конечно же, школа стала выглядеть намного красивее и приятно стала приходить сюда каждый день. Кроме того, она оснащена новыми технологиями, новыми приборами, материалами, что, несомненно, позволяет улучшить образовательный процесс. Школа состоит из двух корпусов. Один из них был построен еще в начале прошлого века. Так что капитальный ремонт был жизненно необходим. Здесь утеплили фасад, заменили систему отопления, электро- и водоснабжения, а также водоотведения. Условия обучения в школе созданы и для учеников с ОВЗ. У нас были установлены пандусы, сделан санузел для детей с ограниченными возможностями здоровья и весь первый этаж предусмотрен для того, чтобы дети с ОВЗ могли передвигаться на колясках. Отремонтировали спортзалы, а их в школе два. Заменили пол, сделали дополнительное освещение, оборудовали раздевалки, души, санузел. Ну что, крутой зал? Да. Успехов вам? Спасибо. Спасибо. Здесь реализуются проекты «Успех каждого ребенка» и «Точка роста». Работает школьное телевидение и клуб любителей шахмат «Белая ладья». А еще кипит проектная исследовательская деятельность. Старшеклассница делится с ребятами истории создания собственного сборника произведений. Это был очень сложный шип, потому что книга толстая получалась, а игломка и нитка – вещи, как казалось, несовместимые в обществе. Я бы хотел поступать на специалиста в сфере информационной безопасности. И в связи с тем, что у нас появилась точка роста, нам завезли новую технику, появилась возможность углубиться в познание информационной и технической сферы, глубже ее изучать. И это, конечно, способствует моему образованию. На первом этаже школы размещена столовая. Она слишком маленькая для всех учеников. Это заметил и губернатор. Столовая здесь нужна. Проформируйте быстрее, а мы будем изыскивать возможность. Хорошо, что мы в этом уходим. Спасибо вам большое. Это самый дорогой подарок будет в юбилей. Нет, ну слушайте, вы такую работу проделали. В этом году школа также включена в программу благоустройства. Диана Горяйнова и Сергей Дорохов. События дня. Курские педагоги налаживают диалог с родителями и учениками через соцсети, в том числе благодаря региональному проекту «Учитель 21 века». Он стартовал в декабре прошлого года. На своих страницах педагоги делятся полезной информацией, вовлекая в обсуждение школьников. Обучение должно быть комфортным и интересным. В Курской области приступили к реализации регионального проекта «Учитель 21 века». Его кураторами выступили педагоги, принявшие участие в первом всероссийском форуме классных руководителей в Москве. Их страницы в социальных сетях стали площадками для обсуждения учебного процесса во всех школах региона. В их числе Екатерина Гуляева, учитель русского языка городской школы номер 30. Мы делали карточки-информаторы, как помочь выпускникам сдать ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку, на какие сайты можно зайти. И это получило живой отклик. Кроме того, мы проводим тестирование, в частности, по дистанционному обучению. Какие сложности у вас возникли, а может быть, у вас наоборот все хорошо. Вся полезная информация для учеников на страницах кураторов. Они готовы всегда ответить на вопросы родителей, поделиться опытом с коллегами. Преподаватели советуют использовать в учебном процессе российские образовательные платформы. Они делают уроки занимательными и современными. Да и нынешние ученики зачастую лучше воспринимают материал в электронном виде. Новый век – век информационных технологий. Мне очень нравится совмещать традиционное обучение офлайн-уроков с новым таким видом работы дистанционного формата. Все же это сближает нас, педагогов и детей. Это дает возможность большего общения. С образовательными платформами ученики работают через личный кабинет, что позволяет отслеживать их успеваемость, контролировать оценки и уровень знаний. Это удобно для педагогов и родителей. Кристина Горлатых, Роман Федорков, События дня. Курские спасатели следят за паводковой обстановкой, в том числе с воздуха. Для более четкого понимания ситуации используют беспилотник. Мониторинг проводят сотрудники МЧС совместно с представителями окружных администраций. В регионе определено пять паводкоопасных участков. Тревогу вызывают объекты в железнодорожном округе Курска. Места возможных подтоплений – это участок возле 16-й школы, Комсомольско-Тимская переправа на Киевской улице, а также на пересечении улиц Сушковской и Водяной. Для мониторинга паводковой обстановки у нас определены и задействованы 12 гидропостов от Росгидромета. По данным Центрального черноземного УГМС и на основании анализа гидрометологических характеристик, значительных подъемов уровня воды на территории Курской области в 2022 году не ожидается. Всего будут обустроены четыре переправы через реки Кур и Тускарь. Спасатели готовы оказать помощь в откачке воды и эвакуации людей там, где это будет необходимо. Кроме того, местным жителям рассказали о мерах предосторожности в случае опасности и вручили памятки. «Самое страшное на войне – это когда тебя долго не убивают», – часто повторял цитату из своей книги Петр Алексеевич Михин. «Артиллерист всегда на передовой, он столько раз мог погибнуть, но оставался живым. А вот товарищи вокруг умирали». Воспоминаниями об этом страшном времени ветеран делился в своих книгах. Много общался со школьниками, после войны работал педагогом. В декабре 2020-го его не стало, чуть-чуть не дожил до ста. 2 марта, в день рождения Петра Михина, в школе номер 61, открылся музей в его честь. «Я смотрю на молодое поколение, как поколение, которое лучше нас. Оно грамотнее, умнее. Поэтому это наша надежда. Я считаю, что наше поколение, да, говорят, там вот такие-сякие. Да нет, если что случится, родина у нас одна». Даже под обстрелом по локоть в крови можно оставаться человеком. Это самое важное качество Петр Михин пронес через всю жизнь. Своим учителем его считают многие поколения не только курян. Со всей страны ему шли письма от возрослевших учеников. А для внука дедушка до сих пор главный ориентир в жизни. Он всегда был рядом и находил мудрые слова. Не только о войне, а жизни. «На Ленина мы с ним пускали кораблики. Насколько это может банально звучать, но я это очень отчетливо помню. Очень отчетливо помню погоду, время. И действительно, как он учил меня эти кораблики пускать. Сначала их делать, потом пускать. И сегодня в период отцепеля и весны я это вспомнил». С прошлого года Курская школа номер 61 носит имя Петра Алексеевича Михина. Многие ребята были лично знакомы с ветераном и с замиранием сердца слушали его истории. А рассказывать он умел. Невероятно харизматичный, внимательный к деталям. Петр Михин говорил о своей жизни так, будто это остросюжетный захватывающий фильм. «Его один раз контузило на войне. И все подумали, что он уже умер. Уже в гробу несли. Несли над головами. И уронили гроб, а Михин от страха закричал. Он был без пульса, без ничего. И его чуть заживо не похоронили. Да, вот это больше всего запомнилось». Теперь школьники изучают жизнь Петра Алексеевича по его книгам. В конце апреля в школе пройдут международные Михинские чтения. «У нас будет несколько номинаций. Это театрализованные представления произведений Петра Алексеевича Михина. Это научные работы. Это иллюстрация его произведений. И участниками будут недаром международные чтения. Участниками будут дети из разных республик и разных регионов нашей страны. Такие, как Чеченская республика, республика Дагестан». Целый век мужества, ответственности и любви к родине. Такова жизнь Петра Алексеевича Михина. Он и сейчас с нами в книгах, в памяти тех, кто с ним был знаком. И будет служить нравственным ориентиром еще многим поколениям. Ангелина Рязанцева, Сергей Малеев. События дня. Не остался равнодушным и не проехал мимо. Илья Митраков возвращался вечером домой. На дороге голосовал подросток. Заметив его, Курянин остановился, чтобы разузнать обстоятельства, почему парень находится один без сопровождения взрослых на улице. Оказалось, что 15-летний подросток ушел из дома в Панеровском районе. Из-за особенностей здоровья он плохо ориентируется на местности и мог заблудиться. Дома его уже искали. Несколько подразделений полиции были подняты по тревоге. Подключились волонтеры и СМИ. Об этом Илья узнал позже. В дороге расспросил у него, откуда, куда, да как. Кушать хочет, не хочет, замерз, не замерз. Ну и принял решение отвезти его до магазина. Там купили покушать. И отвез его в водил полиции. Видно было, что подросток молодой, как бы ребенок. А как иначе? Полицейские поблагодарили водителя за помощь и вручили благодарственное письмо. От имени Управления Министерства внутренних дел России по Курской области благодарю вас за ваш мужественный поступок. Благодаря своевременному вмешательству неравнодушного водителя, ребенок не пострадал и вернулся домой. О происшествиях. Серьезный пожар произошел 1 марта на проспекте Кулакова в Курске. Вспыхнул балкон квартиры на верхнем этаже в доме номер 3. На место выехали 4 подразделения спасателей и наша съемочная группа. Языки пламени вырывались из окон балконов. Спасатели развернули высотные лестницы. Возгорание произошло на 8 этаже. Вскоре огонь перекинулся на соседнюю квартиру сверху. Одно из первых задымления увидела Валентина Верютина. Женщина сразу вызвала пожарных. Это ужасно, конечно. О, это страшно просто, да. Конечно, щемящее сердце, прямо вот душа болит, правда. Внизу за пожаром наблюдали напуганные жильцы дома. По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Страшно, конечно, вот выбежала в чем есть, страшно. У меня надо мной живет то же самое. Я живу 10 лет как на проховой бочке. Что или газ взорвется, или еще что-нибудь сделается. В ликвидации возгорания принимали участие 16 человек и 7 единиц техники. В результате пожара огнем пострадали два балкона на 8 и 9 этаже, а также четыре комнаты двух квартир, также на 8 и 9 этажах. Общая площадь пожара составила 30 метров квадратных. На пожаре было спасено 15, эвакуирно порядка 20 человек. К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Станислав Костиков, Сергей Дорохов. События дня. Несмотря на санкции, отечественные производители продолжают работу в обычном режиме. Предприятие региона не исключение. Стабильно поставляет оборудование клиентам и партнерам и Курский электроаппаратный завод. КАС активно работает, производит электрооборудование и поставляет его своим клиентам и партнерам. Предприятие самостоятельно производит оснастку и комплектующие. Благодаря этому компания в меньшей мере подвержена экономическим рискам из-за изменения курса рубля и продолжает принимать заказы. Сейчас мы находимся на участке сборки оптимата D. Как видите, все находятся на своих рабочих местах и выполняют операции согласно технологическому процессу. А это участок сборки оптимата D. В данный момент производится операция калибровки. В этой ячейке собираются автоматические выключатели 57-й серии. Как видите, и здесь все на своих рабочих местах. Так как оборудование поставляется практически во все регионы страны, мы всегда готовы к крупным заказам и своевременно пополняем запасы сырья. У нас достаточно деталей и материалов для того, чтобы выполнить обязательства перед клиентами и партнерами в срок. Производство и все подразделения компании работают в штатном режиме и готовы в любой момент принять новый заказ на поставку оборудования. Развитый логистический сервис и запас на складах готовой продукции позволяют отгружать и доставлять оборудование в максимально короткие сроки. Курский цирк покажет бесплатные представления для детей из ДНР и ЛНР. Приглашены также школьники, которые успешно окончили учебное полугодие. Для маленьких гостей приготовили уникальное шоу «Дикая планета». На манеже Курского цирка – тибетские яки, североамериканские бизоны, лошади и пони, спокойные дикобразы. Арену захватила «Дикая планета». К премьере в нашем городе готовятся именитые артисты под руководством Виктора Тихонова. В программе уникальные номера и трюки, повторить которые под силу немногим. Я артист третьего поколения. Мой папа и мой дедушка – воздушные гимнасты, моя бабушка и моя мама – дрессировщики лошадей. И как говорится, чтобы мама с папой не поругались, мы решили совместить два своеобразных жанра. Ведь нет ничего прекрасного воздуха. И смотреть на бегущую лошадь – это тоже великолепно. У меня совмещение двух жанров – это воздушные полотна и лошадь, свобода лошади. Искусство цирка должно быть доступно для всех. Поэтому в Курском появилось необходимое оборудование для незрячих людей. Оно позволяет проводить тифлокомментирование, описывать происходящее на манеже для слепых. Об этом рассказали на пресс-конференции в Курском цирке. В преддверии премьеры «Дикой планеты» пройдут бесплатные представления для детей. Это первый проект в Курском цирке «Цирк-отличникам». Дети, которые проживают на территории Курской области, со 2 по 5 класс, которые окончили первую полугодию учебного года в прошлом году, и окончили его на «Отлично», получают пригласительный билет бесплатно не только на себя, но и еще один на своего сопровождающего. Бесплатно выступят артисты и для детей из ДНР и ЛНР. Для всех премьера шоу состоится 7 марта. Кристина Горлатых, Сергей Дорохов, События дня. Куряне представили наш регион на сочинском марафоне «Поехали». В состав курской делегации вошли 12 победителей регионального конкурса «Студенческий лидер». Кристина Горлатых встретилась с активистами. Студенты курских университетов и техникумов проявили себя в самых разных направлениях. Читали стихи, танцевали, пели, участвовали в интеллектуальных и юмористических викторинах. По общей сумме баллов куряне разместились на четвертом месте. Мы участвовали во многих номинациях – и в спортивной, и в творческой, но, конечно же, больше в творческой. Также мы участвовали в интеллектуальной игре, где заняли третье место. Участвовала лично я в конкурсе танцы «Соло», заняла там второе место. В командном зачете по танцам мы также заняли второе место. Софья Поветкина победила в конкурсе «Художественное слово». Девушка покорила жюри и зрителей. Она пронзительно и эмоционально точно передала авторскую задумку стихотворения Роберта Рождественского. И жил талант, больной, нелепый, хмурый, всего гомера, знавший на зубок. Его считал своей креатурой, тогда еще существовавший бог. Курских участников объединяли не только стремление к победе и талант, но и созданные специально для конкурса командные футболки. Мы решили сделать общую форму. Справа у нас на сердечке QR-код не от вакцинации, как все там думали и шутили, а это ссылка на контакт, чтобы можно было очень легко пойти, познакомиться, сдружиться, заобщаться. Можно просто навести камеру сюда и выйдет ссылка на страницу. Принять участие в форуме студенты смогли благодаря реализации в регионе грантовой программы общественного объединения «Проектные решения молодых». Кристина Горлатых, Геннадий Воробьев, События дня. А на этом у нас все. Больше новостей на нашем сайте, 7info.ru и в социальных сетях. Оставайтесь с нами в эфире «За его пределами». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова